Пенсионерка Лариса Федотова может остаться без крыши над головой. Единственного жилья, по словам женщины, ее лишает департамент имущественных отношений. И об этом она узнала в тот момент, когда ей вручили повестку в суд. Это случилось 18 марта. О своей беде женщина рассказала всему городу в видеообращении, которое за минувшие выходные облетело интернет. Наша съемочная группа выяснила подробности этой непростой истории слова Елене Жарковой. Вот так я проживаю. У меня такое жилье 22 квадрата. В этой комнате в общежитии Пашевченко Лариса Федотова проживает одна. Ее единственная недвижимость составляет всего 22 квадратных метра. Но в скором времени она может остаться без этих квадратов. Женщина недавно узнала, ей грозит выселение. 18 марта пришли ко мне с департамента имущественных отношений и дают мне повестку в суд на выселение. Куда может пойти человек, если он всю жизнь прожил вот здесь? Эта комната досталась вместо ведомственного жилья, которое дали ее супругу, пока он работал. Но 10 лет назад тот дом на улице Зеленой признали аварийным. Лариса Федотова, пользуясь случаем, обратилась в суд, чтобы для ее семьи признали право на соцнайм. В таком случае она вместе с остальными жильцами смогла бы переехать по программе переселения. Но органы юстиции тогда приняли решение не в пользу заявителя. Есть у меня такие же самые решения судов, с такой же самой историей, как у меня. Но по этим решениям принято совершенно другие решения в пользу жильцов. Чем пользуются судьи, я не знаю. Когда в 2016 году дом на улице Зеленой начали расселять, пенсионерки город все же предоставил временное жилье. Вот эту комнату на улице Шевченко договор коммерческого найма заключили на 11 месяцев. Но когда срок истек, женщина повторно в департамент имущественных отношений не явилась. Специалисты департамента уведомляли ее о необходимости обращения с заявлением как посредством направления письменных уведомлений, так и посредством телефонной связи. Однако время шло, вопрос оставался открытым, и департамент по имуществу был вынужден в 2019 году решать вопрос о юридическом освобождении данного жилого помещения в судебном порядке. Однако женщина утверждает, что ни письменных, ни телефонных уведомлений ей за эти годы так и не поступало. Почему не обращалась за продлением найма сама, отвечает, думала, пролонгация договора происходит по умолчанию. Никто ко мне не приходил, хотя они, вот смотрите, да, вот документ, который говорит о том, что якобы они проводили проверку. Я нахожусь дома. Это вот эта липовая их проверка. Якобы комиссия была здесь. И опять комиссия была 20.02. Коль она была здесь комиссией, то почему они мне, меня не поставили в известность? Вот это вот натуральная фальшивка. После того, как уже настоящая повестка в суд была получена, женщина в департамент имущественных отношений все же пришла. Вопрос о ее дальнейшем проживании теперь решит специальная комиссия. Его рассмотрят в ближайшие недели. Елена Жаркова, Сергей Павлов, ноябрь с 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова